Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вам мастер-класс по изготовлению колье из медной проволоки с использованием стеклянных кабошонов. Особенность этого колье в том, что основа будет цельной вместе с застежкой. Для основы возьмем 55 сантиметров проволоки сечением 2 мм. Укладываем основу вертикально. Отмеряем 2 метра проволоки 0,8 мм и делаем петлю на конце. Отступаем 20 сантиметров от нижнего конца основы и нанизываем на это место петлю. Нанизываем бисер и делаем завитки. Затем укладываем проволоку на основу влево и делаем виток на основе. Снова нанизываем бисер, делаем завитки, укладываем проволоку на основу вправо и делаем виток вокруг основы. Весь процесс повторяем. Теперь делаем один круг оплетки, вплотную огибая кабошон. А следующие два круга будем захватывать изнаночную сторону. Разворачиваем заготовку. Верхний конец опускаем вниз, а нижний направляем вверх и поворачиваем ее на лицевую сторону. Делаем два широких витка вниз. Подставляем большой кабошон. И такой же техникой делаем оплетку. Снова делаем два витка вниз. Подставляем меньший кабошон и оплетаем его той же техникой. Откусываем нижнюю проволоку и придаем форму колье. Выравниваем концы, делаем крючок и кольцо для застежки. Отбиваем основу с изнанки. Она начинает изгибаться и хорошо повторяет контуры тела от груди, затылочной части шеи. В колье сделаем колечко с таким же кабошоном. Проволокой 1,5 мм делаем 3 полных витка на сайзере. Изгибаем проволоку так, чтобы получилась небольшая площадка для кабошона. И концами проволоки поочередно обкручиваем кабошон. Закрепляем концы с обеих сторон кабошона, обкручивая основу. Прикручиваем проволоку 0,8 мм, нанизываем бисер и делаем завитки, повторяющие рисунок на колье. Я назову это колье именем Руфь. Это имя одно из пяти известных по писанию женщин, вошедших в родословную Иисуса Христа. Руфь рано обдавила. Ее свекровь по имени Наиминь когда-то с мужем и двумя сыновьями пришли из Иудеи, потому что там был голод. У Наимине умер муж и двое сыновей, которые были женаты на малитянках, одной из которых была Руфь. Наиминь решает возвратиться на родину и отправляет своих невесток к родителям. Одна невестка уходит, а Руфь сказала своей свекрови, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Руфь очень хорошо заботилась о своей свекрови. Бог Наимине стал Богом и Руфи и сильно ее благословил. Она вышла замуж за знатного человека, Вуоза. Вуоз сказал Руфи, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Руфь родила сына, который потом стал дедом царя Давида. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!